Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 2 марта. Сегодня энтузиазм инвесторов Азии ослаб, ралли прекратилось под давлением снижения китайских акций и повышения доходности в Соединенных Штатах, которая вчера взлетела выше 4% впервые с начала октября. Это говорит о скором укреплении доллара и падении акций. Азиатские валюты после короткой передышки вновь попадают под давление. Уолл-стрит нивелировала прежний рост рынков. Азиатский регион сейчас находится между двумя огнями. С одной стороны, история о более мягкой посадке, чему способствует возобновление работы Китая. А с другой – все та же тень высокой инфляции, которая вынуждает ЦБ идти на более жесткие меры и дольше удерживать ставки на высоком уровне. Рынкам, вероятно, придется свыкнуться с мыслью о том, что ФРС останется ястребом надолго. Сейчас трейдеры допускают максимальный рост ставки до 5,5%. Еще несколько недель назад они рассчитывали, что ужесточение прекратится в марте на уровне 5%, а к концу года ФРС начнет даже смягчать денежно-кредитную политику. Рыночные игроки по-прежнему в основном ожидают повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Но ожидания большего повышения на 50 базисных пунктов возросли. Вероятность того, что процентная ставка ФРС может превысить азон в 5,5% составила 53% по сравнению с 41,5% зарегистрировано 28 февраля. В настроениях азиатских рынков преобладает осторожность. Акции Китая колебались, Гонконг торговался в минусе. Новая Зеландия также продолжила падение. При этом австралийские акции росли на фоне роста цен на сырьевые товары. Повышалась и Япония, поскольку аппетит к риску в целом возрос накануне. Инвесторы все еще пытались уловить его отголоски. Буквально несколько дней назад доллар упели дифферамбы, а вчера он вновь оказался в западне. Индекс американской валюты испытал сильное понижательное давление, приближаясь в моменте к целой отметке 104,00. Сегодня ситуация полностью изменилась. Информационная составляющая вновь на стороне покупателей американской валюты. Индекс доллара укрепился выше 104,00 в четверг, компенсировав некоторые потери от предыдущей сессии. Глава Федерального резервного банка «Атланты» Рафаэль Бостик призвал к продолжению повышения ставок до уровня выше 5%, чтобы убедиться, что инфляция снова не ускорится. При этом президент Федерального резервного банка «Миннеаполиса» Нил Кашкари заявил, что повышение ставок не оказывает большого влияния на сектор услуг. Сегодня трейдеры ожидают еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и выступления главы ФРС Кристофера Уоллера. И все-таки в ближайшее время доллар должен укрепиться. Сейчас его поддерживает фактор устойчивости американской экономики и дальнейшее повышение ставок ФРС. Хотя есть основания полагать, что регулятор недовыполнит ожидания рынка по повышению ставок и что будет оказывать давление на доллар. При дальнейшем снижении краткосрочной вершиной должна будет выступить область 105,3 пункта. Сигналом к продолжению ралли станет пробитие вверх этого уровня. Так что февральский пик сейчас является неким рубикодом, который нужно пройти в ту или иную сторону. В четверг тема монетарной политики была поднята и в Японии наметилось некое противостояние нынешнего и бывшего главы центральных банков. На слушаниях по утверждению в парламенте в понедельник Уэда сказал, что у него есть идея о том, как центральный банк может отказаться от масштабного стимулирования. При этом он подчеркнул, что переход к более жесткой политике произойдет только тогда, когда инфляция в Японии значительно возрастет. Между тем сегодня бывший глава Банка Японии призвал политиков пересмотреть монетарную систему на основе целевых показателей по инфляции, учитывая их ограничения, которые стали очевидны из-за недавнего скачка цен, который был наблюдаем практически во всех странах. Иена вчера неплохо прогулялась в паре с долларом вверх и вниз, а сегодня пытается осознать проделанный путь. Путь этот, как ни крути, в итоге приведет к более низким отметкам по японской валюте. Иена выглядела перепроданной и нуждалась в коррекции. Стечение фундаментальных обстоятельств помогло ей немного разгрузиться. И в целом прогноз по паре доллар-иена остается без изменений. Однако для подтверждения сценария наверх котировке необходимо закрепиться выше уровня 136,90 иен за доллар. Иначе шанс на движение к отметке 137,90 иен быстро растает. В четверг на торгах Азии пара USDGPY перешла к росту, набирая 0,4% от стоимости. Несмотря на вчерашнее укрепление, у австралийца нет шансов чего-то достичь сейчас против доллара. Пара AUDUSD, как ожидается, продолжит ослабевать и может достичь дна позже на этой неделе. Основным драйвером остается тренд американского аналога. Австралиец остается в режиме снижения на фоне экономической статистики по США и ястребиной решимости ФРС, что, конечно, же оказывает давление на настроение. В моменте китайские данные затмили реальную картину по Австралии, но понимание к трейдерам должно вернуться. Совокупность австралийских данных говорит о том, что предыдущие повышения ставки РБА дают эффект. Но, скорее всего, предстоит еще больше сделать. Высокие уровни по инфляции сохранились в январе и это влияет на покупательское поведение потребителей. В то же время это означает, что РБА станет еще более жестким для контроля инфляции, несмотря на текущую слабость по ВВП. Прорыв ниже ключевой поддержки в области 0,6780 усиливает риски снижения, указывая на следующую очевидную цель, расположенную на уровне 0,6660. Китай вчера не только сделал деньги, но и помог выбиться в лидеры новозеландскому доллару. Однако его курс вырос не только за счет оживления экономики Поднебесной. Свою роль здесь играют ожидания дальнейшего повышения процентных ставок от РБН. Таким образом, новозеландский доллар теперь стал фаворитом среди инвесторов, стремящихся получить доступ к комплексу сырьевых валют. Поскольку сегодняшний день относительно тихий в плане публикаций по Азии, то трейдеры ориентируются на доллар и техническую составляющую. Впрочем, на каких-то остатках вчерашнего адрианалина пара NZDUSD все-таки может еще попытаться протестировать область сопротивления вблизи отметки 0,6305. Судя по тому, что мы видим на графиках, пока это маловероятно. Доллар Новой Зеландии в четверг все же пошел вниз, теряя вчерашнюю прибыль. Далее ожидается продолжение нисходящего движения в область 0,5925, а вот отменной вариантой падения пары может стать сильный рост котировки и пробой уровня 0,6385. На этом наш обзор торговой сессии в Азиатском регионе завершен. Впереди вас ждут следующие выпуски на ИнстаФорекс ТВ и аналитика от наших экспертов. Пишите ваши вопросы и комментарии под этим видео, нам важна ваша ответная реакция. Будем на связи. До встречи!